мы сюда пришли в очередной раз чтобы нормально покушать и мне задают вопрос покажите мне ваши цены я уже неоднократно показывал что цены здесь оптимальные потому что тот самый вариант когда вы просто приходите и нормально кушайте а где вы кушаете на вокзальной 110 замечательной столовой по-домашнему свой очередной визит в столовую по-домашнему на вокзальной 110 мы нанесли когда нас там никто и не ждал вообще-то надо понимать что все мои визиты сюда я совершаю когда меня никто не сдал просто я хочу нормально питаться вот и все коры просто насколько здесь вкусно нормально и вот по-моему чуть-чуть перебрали на тебя нет все скушаешь чай для души правильно а цены какие здесь надо просто понять потому что в городе какие-то в других местах очень большие цены здесь как реально нормально можно кушать да можно первый раз сегодня зашли понравился вкус и приедь сюда наверняка предел так вот этом новички и чтобы никто не визжал цены я решил попробовать из блюд поста чтобы все всем стало понятно меня интересуют сказки дело в чем заключается что говорят что какие-то бешеные цены мы сейчас посмотрели я взял два мяса 2 2 рыбки да сколько у меня рыбки обошлись мне 90 рублей и рыбки и плюс еще 100 грамм рыбы 75 рублей горошница сколько 90 и двойная горошница у вас получается 50 рублей еще раз объясняю это сумма которую я могу покушать я большой человек вот это то что нужно то есть 50 рублей еще где-то 90 ну как и того 140 рублей ну я в реальность это покушаю а еще я хочу покушать нормальных хинкали вот так вы понимаете я и я нормально ем понимаете не надо сильно-сильно прокормить поэтому как бы ну мне вот это нужно еще хинкали я сильно-сильно люблю понимаете поэтому у ребят немногие так как я кушаю в действительности да вот поэтому говорить о каких-то сногсшибательных ценах ну это бред сивой кобыла но и понятно паститься мне не приходится я не в том состоянии вообще надо понимать что людям в моем состоянии надо больше и чаще питаться и тогда станет жизнь и лучше и питательнее как часто здесь появляетесь первый раз в первый раз да вот насчет цены вопроса мне тоже это дело интересует потому что я так понимаю что вы пришли покушать правильно дело не в цене а в дело качестве я так думаю если вкусно то цена не очень а не сильно волнует дать если вкусно приготовлено вы сейчас будете кушать а потом мы с вами поговорим а вот еще мнение он сказал правильно сначала вкусить а потом судить и уж поверьте мне на слово после вкушения он обязательно сюда вернется знаете что больше поражает я сюда прихожу и объясняю что здесь абсолютно нормальные цены вот когда я вам это дело объясняю до каждый день буду об этом говорить вопрос возникает то есть почему я сегодня дома не покушал а я не кушал дома потому что я знаю что я здесь покушаю я знаю сколько здесь покушаю вот 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 то что здесь это получается 130 рублей в реальности вот так вот это получается жене моей а это может съесть и он не съест мой сын представляете да я так смогу скушать потому что я очень много кушаю вот отдельные слова благодарности за горошницу я это дело очень-очень-очень сильно люблю до этого горох я здесь не ел а теперь здесь не дорог и в отличие от других товарищей которые что-то готовят это в действительности очень вкусно тем более это как бы блюдо и блюдо чем еще занимаются выпустимся для некоторые товарищи легко могут то же самое здесь купить только разделить все это на 2 получается рыба плюс горошница всего 60 рублей найдите себе другие цены не рассказали что иногда у товарищей и чили выскакивает так вот чили тоже бесплатно не лечится так вот немножко еще припущенное а попробуйте умбля а это потом обалденительно и просто давайте еще немножко добавим туда горбушек то же самое это и 60 и это 60 то есть разницы абсолютно никакой нет скумбрии она немножко другая и жир у нее чуть другой вот но она очень вкусная так же как и горбушек вот я это сейчас перекушу а потом жене дам возможность попробовать это нереально вкусно очень люблю сюда заходить и всем показывать что на вокзальной что есть цены не кусается уж поверьте мне это чуть позже а сейчас хинкалии нормальный хинкали кушается не вилками вы будете кушать а нормальный хинкалии вот здесь надо помыть ну ладно не будем руки мыть пока покажем как они кушаются вот и так и берете смачиваете а здесь есть соусы причем есть такие фирмовые соусы да апс отдай мне сюда кстати 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 я вам расскажу здесь не готовят так чтобы приготовили вам все представляете то есть блюдо так готовится что они в реальности очень и очень ароматный если что-то не получается и уже что-то закончилось то здесь нормальные повара и они прекрасно работают да то есть ну что-то закончилось уже новое готовит поэтому я вам не говорю что вы будете есть все это дело допустим пришли и это покушали да нет через два часа здесь будут абсолютно другие вещи понимаете здесь не работают так как это дело в столовую было помните в столовых варится 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 а потом куда все это девается на следующий день здесь такого абсолютно нет не получилось вам новое приготовить поэтому я не говорю что вот это вы будете есть каждый божий день приходите здесь очень много разных вещей и попробуйте вот перхинкали естественно я так понимаю что так же должно быть вкусно блин представляете я я бы это дело здесь и кушать по одной простой причине даже мясо здесь готовят то есть хинкали и закончились но на повара сейчас лепят уже пельмени пельмени закончились будут манты то есть здесь нету такого что вам готовят ну допустим вот сколько кинкали 50 штук они сделали да это скушали потом 200 перемешек это тоже скушали манты тоже 50 штук то есть все это дело перетекает и вы кушаете настоящую домашнюю еду представляете ну вот как-то так получается мы здесь четвертый раз четвертый раз не изжоги ничего то есть я могу есть все а вот моя жена не все и никаких проблем также как и тех кого мы спрашиваем а для понятия как здесь питаются вам достаточно просто проехать мимо с 9 до 18 часов вечера и увидеть ряды тех кто понимает что столовая по-домашнему это и его выбор в очередной раз и не сильно много я перекусил потому что я понимаю я бы съездил бы сюда каждый божий день сумма вопроса не такая уж и большая если все это дело сложить то получается 6 тысяч месяцев вы можете каждый день сюда приходить даже если у вас пенсия 12 тысяч то вы вообще можете не тратить 6 тысяч я имею ввиду вы можете завтракать обедать и ужин и но и оставшиеся сумму потратить на потратить на то где вы живете хотя у пенсионера все в принципе гораздо проще то есть и каждый день вы что-то можете откладывать поэтому мой вам совет придите сюда и нормально покушать и даже не парьте мозги если вы не умеете ничего делать